всем доброе доброе утро у нас здравствуйте товарищи на завтрак мы чуть-чуть сегодня не выспались у нас жессика гавкала всю ночь но не всю ночь но погавкивала для нас это в непривычку конечно значит что кушаем у коли картошечка жареная с лучком с яйцом и сосиска правда я ее разрезала такая вся нормально вот салатики с черных помидоров помидор и у меня коля на работу готовила картошку с яйцом и остатки остались я думаю люди предыдущих видео видели да может предыдущих кто не видел коля сегодня работает не сам да сюда же мы еще не говорили да коля сегодня работает с олежкой у олежки есть четыре дня выходных ему нужна подработка а коле как раз нужны лишние руки вот и в общем то так они сошлись может вам покажу сегодня да посмотрим если будет время заснять потому что вчера он конечно блин приехал аж вечером но все видели даже с джессикой он приехал вечером я вчера тоже что-то как-то так мало снимала не знаю или мне так показалось в общем с утра мы уже успели боже всех накормить пока всех накормили потом и матрешку заловили блин пока и таблетку дали вчера мы ёшика сами заловили а с матрешкой по тяжеловато осень же наступает она такая у нас дама осень наступает и нужно естественно всех листовать срочное дело баба его пришла стоит что такое не пускают не пускают не пускают не пускают не пускают не пускают вот коля все мне настаивает на то что познакомить сейчас джессику с собаками говорю да не надо ты уедешь на работу эту буду одна разбираться они как начнут перегавки ваться перенюхиваться нафига нам не надо я хочу сегодня своими делами позаниматься а я это джессика отлично себя чувствует она как квартире себя отлично чувствовала так и и здесь все хорошо чувствует гулять и выводим все как полагается ну это все понятно но мне что представь целый день бегать за ними чтоб не дай бог никто никого не укусил сейчас сейчас хотя бы света проснется потому что я же говорю что нет мне тяжело я не успевать буду мне нужно будет с ними постоянно сидеть а я хочу сегодня кое-какие дела поделать те что не связаны со двором мне на огород надо короче все мы садимся кушаем я потом вам попозже все расскажу все покажу вот в общем копать добавилась еще одна у нас собашка это не проблема конечно но я боюсь очень сильно чтобы его на нее не напала это самое самое для меня страшное так что так все всем приятного аппетита кто кушать с нами и доедает с николаем уже все николаш едет на работу забрал он мусор вот боннику с собой берешь баняня ты никуда не едешь куку девочка куку ты пока никуда не едешь ой господи да работа работная сейчас куля сначала за олежкой ты еду взял все сначала за олежкой хорошо залегом заезжает потом едет на рынок на рынке заказали мы мясо вот боника куда ты собралась сиди она сядь быстро сидеть вот так молодец сиди нельзя вот ева ну а ты что такое добрый вечер что-то ее учишь не тому чему надо вам нельзя туда заказала сегодня 5 кг кадычков и 5 килограмм обрезков потому что у нас же хозяйство то увеличилось не ну и нашим уже закончилось мы перед морем еще брали всего лишь 5 килограмм и они уже их сожрали вчера уже на курице сидели а курица это очень для них плохо поэтому такие пироги я закрою закрою давай пока 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 кто сейчас заедет еще на рынок завезет потом маме ну на квартиру туда в холодильник потому что куда же на работу не потянется бы там у них еще ничего нету он сейчас все ты довольное создание блин бегаешь везде тебе бегаешь 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 так вот завезет он это все на работу блин у нас эти одуванчики как они цветут нет какие-то другие уже цветочки осенние такие красивые красивые желтенькие вот еще и на работу сегодня им там и подготавливать пол надо потому что опять же ровнять пол думали так получится ага фига там пол ужасный поэтому придется ровнять и придется чтобы ламинат и потом не попортился замки не поломались будут заниматься сегодня полом и потом ламинатом сегодня заказчик поедет ламинат вроде купит так ребята что вы спрашивали у меня посадила ли я розу и ревень да посадили мы розу посадили вот здесь вот как она росла у нас до этого ну то есть у нас была тут такая красивая большая роза вот эта розовая такая она даже не розовая такая красно-розовая была очень красивая она вот здесь вот у нас даже фотки где-то есть где она у нас здесь вот прямо расплелась по заборчику ну и видимо она была очень старая мы когда только въехали мы же не знали чё к чему и вообще поэтому мы не знали что там прикрывать на накрывать обрезать надо поэтому вот так посадили здесь, я надеюсь, она примется. Вот. Здесь, естественно, мы вот по бокам, там есть кое-какие ветки, там мы со временем это все поубираем. Мы тут хотим по-другому немножечко устроить. Вот. Здесь Коля хочет убрать вот этот весь забор, вот этот непонятно что. И от калиточки вот так вот сделать полукругом. Вот здесь вот нормально. Вум! Ева, нельзя! Тикай! Уйди сюда! Уйди! Вот глушь, он. Тикай, говорю. Тикай! Вот. Я вообще глухая стала, блин. Вот. И так вот полукругом сделать, чтобы и здесь был больше лучше проход вот так вот. Убрать как раз утекленый, и тот хмель там затравить надо. А ремень посадили вот здесь, видите. Вот. А я умница, видите. Надо было это все обрезать, а я умница до сих пор так и не обрезала. Этим нужно будет... Не буду уже загадывать, но, наверное, сегодня пойду, сейчас ножницы найду да обрежу. Бедная несчастная. Это же хозяйка такая. Вот. Я здесь выкопала больше территорию, чтобы убрать... Здесь пырей сильно разросся. Здесь проблема, у нас вообще тут растет, рос много-много. Вот. Сейчас показываю. Вот. Мята. Видите, мята. Это же мята просто. Вот. И со временем пырей начал забивать, все забивать и забивать. И еще у нас здесь лилейник растет. У нас он заново пошел. Кулих его все тут скосил, он заново пошел. Вот. Видите. Такие оранжевые красивые цветы. Но они у нас и на улице растут. Я частично их повыдергиваю отсюда, посажу более-менее все это аккуратно. И здесь еще сделаем, наверное, такую, ну, красивую с цветами. Потому что у нас здесь бесхозное место, и мы думали, все время никак не могли решить, что с ними сделать. И что-то порешаю с мятой. Мяту тоже нужно тут оставить. Ей тут нравится. Тут у нас, когда дождь идет, с крыши стекает вода, и тут все время сыренько, и тут хорошо. Вот. И я тут хочу сделать более-менее такую, какую-то грядочку. Ну, такую не грядочку, а типа чтобы цветник, что ли, был. Вот. Тем более, вот тут клюйну берем, там будет тоже солнышко, будет красиво. Может, еще несколько розочек вот так вот эту посадим. Просто мы тут думали одно время делать въезд для машины. В общем-то, и гараж у нас в планах был. Ну, по-разному, короче, мы думали тут делать. Сейчас мы поняли, что в ближайшее время мы это делать не будем. То есть сюда машину не будем загонять, потому что здесь есть кое-какие проблемы. Нам тут будет надо и яму сливную новую делать, и все. Поэтому мы здесь пока ничего делать не будем. Но раз мы ничего здесь пока делать не будем, в этом всем закуточке, то, говорю, сделаю тогда тут хотя бы то ли цветник, то ли что. Ну, что же оно стоит, тут зарастает буряном просто. У нас тут просто... В прошлом году у нас тут склад был этих досок. У нас тут доски лежали. Вот. А я же еле-еле заставила Николая весной убрать, потому что уже начали эти пролазить, как они называются, пионы. Вот. Потом у нас тут и на этот... С той стороны же у нас крышу мы делали. Штуки вот эти лежали железные. Ну, короче, тут у нас вечно склад какой-то был. А у нас, видите, куда аж пошел? Это же все вот это. Мяточка. Она уже аж тут пошла, потому что тампыри ее забивает. Она уже пошла вот тут между дорожкой вылазить и... Ну, этой дорожкой и этой дорожкой. А вот это зараза. Это он. Видите, что пролазит? Это очень-очень плохо. Вот это надо вырывать, затравливать и все остальное. Это колючая. Акация. Акация. И ее насыпалось очень-очень много. В этом году прям акация буяет везде. Вот. Она у меня даже и там за домом пошла. Вот там вот просто растет. Блин. Думаю, что такое? Это, конечно, нужно все убирать. Ой. В частном доме всегда работы куча. В частном доме всегда это самое. Ну, смотрите. Розу мы посадили. Она вроде бы стоит все нормально. Ревень. Вчера утром, ну, вернее, как и я утром рано встала, он был поднялся. Хороший был. Потом на день он листочки опустил. Когда солнце начало сюда поворачиваться, он листочки опустил. Вот сейчас тоже, я смотрю, листочки начал опускать. Вот. Ну, раз он уже сколько? Двое суток стоит у нас, да? И такой живенький. Значит, он принялся. Роза, надеюсь, тоже очень, надеюсь, принялась. Непонятно как и непонятно что, но она такая упругенькая, плотная, не повявшая. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Не очень, надеюсь, мы туда этих худобряшечек, ну, специально земельки посыпали, чтобы все было хорошо. А там будет видно. Главное, чтобы она принялась. А дальше будем уже, Коля специально тут тоже обкопал место, поставил линолеум, чтобы другой бурьян не лез туда к ней, чтобы корни не заплетал. Хотя бы временно, хотя бы сейчас. Так, ну что? Господи. У меня там, что у меня там? Я поставила видео монтировать. Ну, сейчас буду домонтировать. Вот. И посуду надо помыть. Тоже утром позавтракали, поделали. И ничего не помыла, ничего не сделала. Вот. Что-то за лишние ветки их обрезать надо. Что-то не торчат, не пойми. Не пойми как. Не пойми как и не пойми что. Все. И домашними делами заниматься. Домашних дел, как видите, у нас море миллион. Их хватает. Да. Чечертые какие вылазят. Вон, видите, какие красивые желтые вылазят. Красавчики. Видите, такие тоже стоят. Блин. Да. Красивая все равно вот эта. Но вот чем больше она разрастается и заплетается, тем мельче цветочки становятся. Вначале такие цветы были огромные. А сейчас высуну очень маленькие. Ну, ничего, ничего. Буду знать, как это делается, как это сажается. Там вообще, я же говорю, сильно часто насажено вот это. Но в следующем году я уже буду знать, что это, к чему это, и как его правильно сажать, и через какое расстояние. Его надо очень редко сажать. И в следующем году я хочу вот это посадить вместе с красной фасолью. Мне кажется, очень красиво будет. Типа такие сиреневые цветы и фасоль вот этими красной и россыпью. Ну, в общем, да, симпатично должно быть. Так, все, ребята. Пошла я заниматься домашними делами. Вот, потом мне нужно заниматься мытьем банок, переработкой там помидор. В общем, сегодня у меня и консервашки, и все-все-все на свете. Так что вот такие вот делишки. Вот собаки слоняются туда-сюда. Кижай, что нам делать? Хорошо, последние солнечные дни. О, Бонька воно муху понесла на спине домой. Зараза. Еще не доели, еще не доели. Всем еще раз доброе утро. Ой, блин, что туда света не хватит. Ой, я так со всем светом дома. Не вижу себя в камеру. Уж, простите. Свет с этого светит, с окна светит. И плюс отсюда, и, в общем-то. Фух, я что, я с утра кручусь, сверчусь. Помыла посуду. Еще не всю домыла посуду. После утра. Моглотка еще осталась. Вот, что поставила. Стирку стирать. Вспомнила, что я вчера сварила. Все-таки я сварила вчера. А, я не говорила, да? Сварила вчера карточку, морковочку. Сейчас надо поставить яйца. Это мы сюда убираем. Поставлю сварить яйца. И у нас будет замечательное оливье. Не знаю, что это. Как раз мы вчера оливье. А что у меня здесь нет? Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Мне, вообще-то, собиралась, если честно, пойти в этот. На огород уже. Вот, она уже зашла на кухню. Думаю, господи, что у меня на кухне только не творится. А мне после завтрака, вернее, после ужина вчера, ой, простите, осталась посудом. Вот, да и сегодня уже после завтрака тоже вот такое вот. И все. И думаю, не, надо помыть посуду. Видео скрипало, стало, помыло. Вернее, уже переоделась как на этот, как на огород. И стала, значит, мыть посуду. Вот. А потом же, о, вспомнила, господи. Надо поставить яйца. Я же говорю, осень начинается, и у меня начинается ковардак в голове. Ну, ну да, но всегда у людей с хроническими заболеваниями, ну, или, допустим, как у меня, вот, да. Вот. То на осень, конечно, такая потеряшка. Каждый год, кто знает, посмотрите наше видео. Осень или весна у меня все время теряется. Я забываю, как то называется, как это называется. У меня такое, да. Новые таблетки начинаешь принимать, потому что, когда там в такие обострительные Малайн, ты принимаешь еще порцию таблеток. Так, где? Где же, где же, где же моя кастрюлька? Сейчас набираю водичку, ставлю яйца. Домываю посуду. Вот. И что? И... Иду на огород, наверное. А, нет. И стирка достирала. Развешиваю стирку, а потом уже иду на огород. Так, а яйца у меня, вчера, когда попросила купить яйца, а он забыл. Поэтому у меня всего лишь 5 штучек. Ну, и еще в опуске будет 5 штучек, и то хорошо. Больше нет, тут не деймись. Нет, нет, нет. Полный холодильник всего подряд, и не поймешь, что у меня в том холодильнике. А, еще же мне сегодня надо что-то понапридумывать с этим, с этими помидорами кабачка и перебрать, во-первых. То, что целенькое более-менее мы перепустим, может. Я же еще не заквасила даже помидор. А, чтобы заквасить помидор, мне нужно освободить тару. Вот. В бутылках квасить надо было огурцы, а я что-то забыла, что в бутылках же можно огурцы квасить. И квасила их в ведерках. Ну, ведерки проще, да. А теперь кинулось помидоры квасить. А у меня-то ведерки все заняты, поэтому мне нужно пару ведер закатать под железную крышку огурчиков. Ну, то есть, открыть ведра, закатать под железную крышечку огурцы. И освободиться таким макаром у нас, во-первых, ведрышки. Заквашу туда помидорчики уже последние, вот эти вот плотненькие, выберу. Заквашу хотя бы ведерко. Вот. И что? Ну, все остальные помидоры перепущу. Еще заправка у меня есть. А, кстати, мне же еще нужно заправку сделать на рассольник. Как раз огурцы квашеные есть. Вот последние эти, что мы квасили огурцы, кстати, где они? Где они? Да вот же они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они в колидорке у меня стояли. Боже, вы или меня. Я и забыла, что мы заквасили перед морем огурцы и это самое. В колидоре их здесь оставили. Ну, не знаю, что. Сейчас посмотрю. Как раз мы кабанов таких квасили. Последние уже осенние огурчики. Глянусь, что с ними. И взять заправочку для... Только перловки. Надо посмотреть, есть у меня перловка или нет. Там ничего тоже сложного нету. В приготовлении этой заправочки. Но очень удобно. Очень удобно. Дальчики и мальчики. Открыл себе баночку. Вот представьте, рассольник, да? Захотели вы варить рассольник. Рассольник обычно то, что он с перловкой желается. Пока ты ту перловку отварил. Огурчики квашеные, опять же, такие используешь, да? А так тебя... А, зажарку пожарь. Туда-сюда. И как бы вот это все время занимается. А так оно уже все в банке готово. Картошку нарезал. Баночку высыпал. В заправке все. Рассольник готов. Так. Так сдуло что-то реально. Я еще поле оговорила, не закрываю его полностью. Ой, красиво. Рассольчик. Сейчас покажу. Светленький. Видно вам? Вот, смотрите. Рассольчик светленький. Аромат стоит. Ммм. Ммм. Класс. Супер. Походу, оно уже все у нас готово. Сейчас пробую рассольчик. Ммм. Зараза вкусно. Я вам передать не могу. Да. Все. Огурки у нас готовы. Вот видите, каких кабанов я класила. Огромные огурцы. Ой, класс. Они готовы. Да, 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 да. Класс. Все. Сейчас я пока мясо их накрываю. Воздух все здесь выпускаю. Для того, чтобы... Ой. Блин. Для того, чтобы этот самый лишний воздух не заходил. Я их закрою и поставлю здесь. Вот, чтобы я про них не забыла. Здесь на пол поставлю. Можно из таких вот кабанов делать спокойно рассольник. Вот. Кабанчики, конечно. Ну, вы же знаете, да, что кабаны что-нибудь консервировать. Или можно законсервировать, но кубиками. Уже сразу же для оливьешки, например. Винегрета, оливьешки такого. А в основном я кабанчиков, когда вот так квашу, я их оставляю для этого. Для заготовок. Для рассольничка. Ой, ой, ой. Господи, вот тоже она тяжелая. Да, тяжести поднимать это не очень хорошо. Все. Сейчас до мою посудку. Тут осталась сковородка одна и мисочка. Развешиваю вещи. Света уже проснулась у нас. Даша еще пока длифнет. Света пытается выровнять свой график. Даша еще пока никак не пытается выровнять свой график. Раньше ложится спадки. А Даша еще в сериал залипает. Что он там залипает. И все. И пошла я, короче, все-таки на огород. Посмотрю, что там. Во-первых, мне укропчика надо надергать. Тот, что побольше. Потому что даже если делать какую-то заготовку, все равно укроп нужен. Вот. Надо будет перемыть помидорки и выбрать плотненькие на закваску. Так что так. Все. Яйца я оставляю на Светлану Батьковну. А, или пока буду мыть, они доварятся.